Приветствую вас, Полина, мне вот почему-то текст вашего вопроса показался знакомым, когда-то, наверное, что-то такое вы писали уже. Смотрите, ну, во-первых, мужчина точно пожалеет о своем решении, вот там все, да, это 100% пожалеет о своем решении, но вам эта ситуация ни в коей мере не облегчит, потому что ваши проблемы немножечко в другом. И основная проблема, как мне кажется, заключается в том, что вы слишком рационализируете. То есть мне кажется, что у вас нет вот той золотой средины, когда нужно решать и чувствами, и разумом. Мне кажется, что вы решаетесь либо чувствами, либо разумом. Почему я так решил? Потому что для такого самостоятельного, как вы сказали, вот в начале вы своего текста сказали, что вы закаленная, упёртая натура. Да? Вот. Для закаленной и упёртой натуры вы как-то слишком эмоционально отреагировали на поведение человека, при том, что вы вроде как знали, что он вот такой, как он есть, то есть безответственный, то есть обманщики и прочее, прочее, прочее. Что я могу вам сказать в целом, да? То есть если это является проблемой, если эта проблема для вас, условно говоря, то ее, вот данную проблематику можно и нужно решать, потому что вам будет очень сложно в этой вот ситуации как-то вот взаимодействовать с мужчинами. Да и вообще по жизни вам будет сложно, значит, выстраивать отношения, потому что, как я уже сказал, нужна некая золотая средина для того, чтобы взаимодействовать с людьми, да, не только на чувственном уровне или на эмоциональном, а и на чувственном, и на рациональном, не эмоциональном, а рациональном. Я немножко ошибся. Вот. Если я прав, то это ваша основная, основная проблема. И именно то, что вы либо так, либо так, ну, это вот та сложность, которая, на мой взгляд, собственно, вам и, ну, и мешает. Вот. Это такая история. Далее. Значит, что касается ожиданий. Что касается ожиданий, и вот, ну, в целом, ситуации. Как мне видится, вы совершили классическую, с точки зрения психологии, ошибку в том, что, то начали мужчину пытаться как-то, ну, менять, доращивать его, да? То есть вы говорите, что он был ребенком, я была тоже ребенком, но, типа, со мной он стал другим. Вот эта история, когда мужчина становится другим с вами, она очень чреватна. Знаете, вы начинаете встречаться с одним человеком, да, а по ходу встречается совсем другой человек. И это развитие происходит не благодаря ему самому, а благодаря именно вам. И если это происходит благодаря вам, то, соответственно, вы оказываетесь с другим человеком, с другим мужчиной, не с тем, с кем вы были, к примеру, изначально, а сам человек, сам человек, он, ну, в общем-то, чувствует себя так же, то есть он так же чувствует, что он другой, что раньше вы ему, например, подходили, а теперь уже нет. И это нормальная история, это вполне нормальная история, когда такое происходит. Поэтому здесь вот эта классическая ошибка, что вы пытаетесь человека переделать, или, может быть, не пытаетесь, а он с вами становится чем-то другим. Как правило, когда мужчины дорастают, да и не только мужчины, это касается всех партнеров, когда партнер дорастает, то он, ну, отстраняется от того, кто его вырастет, потому что ему уже не интересно с этим, партнер с партнером. Вот. Знаете, то есть как бы партнер в данном случае используется, ну, как своего рода трамплин. Вот. Такая вот история, это, я отдаю себе отсчет, что это не приятно, вот, очень неприятно. Но, тем не менее, как бы суть от этого, ну, суть от этого не меняется. Вот. Так же, к вопросу о том, что вы ожидали, то есть вот вы пишете, что, ну, что для вас это очень сильное разочарование. Вот. Вот к вопросу о разочаровании, мне кажется, нужно обязательно обратить ваше внимание на то, что вы хотите. Понимаете? То есть если вы, как говорите, человека любите, и ваша единственная цель сделать его счастливым, то то, что он сделал, это для его счастья. Но почему же вы тогда хотите, чтобы он, образно говоря, о своем решении пожалел? Почему вы в таком случае этого хотите? Как-то странно для человека, который хочет, чтобы его любимый был счастливым, странно желать, чтобы этот самый любимый пожалел о своем решении. Вот. То есть, на мой взгляд, это, ну, странно. И вопрос заключается в том, чтобы определить это, почему то, что произошло, вы восприняли на свой счет. Я понимаю, что это были первые ваши отношения и что вы друг у друга были первыми, но в таком случае вам нужно признать, признать то, что дело здесь не только в любви, но дело здесь еще и в чем-то другом. Например, в ваших потребностях, например, в ваших ожиданиях, которые, безусловно, дают о себе знать. И вот именно с ними, с ожиданиями, с вашими желаниями, которые у вас есть, и нужно работать. Нужно именно их исследовать для того, чтобы понять, что вы для себя хотели в этих отношениях. Помимо того, чтобы сделать человека счастливым. То есть, есть что-то, что вы, ну, не замечаете. Либо, либо не хотите, чтобы это, как-то вот, ну, было. Вы не хотите, чтобы это, не хотите это признать. Вот. Знаете, какая штука? То есть, вот, данный аспект требует своего внимания. Дальше, значит, мы с вами, значит, обратим внимание на то, что вы говорите, мы были попугайчики-неразлучники. То есть, это тоже показатель такой чрезмерной близости. То есть, это показатель того, что хоть вы и более сознательный человек, ну, вероятно, хоть вы и более сознательный человек, но есть, есть ощущение, что так же, как и он, вы были в чем-то, в чем-то от него зависимы. То есть, это очень похоже на созависимые отношения. В том, что вы говорите, попугайчики-неразлучники, все были вдвоём и всё делали вместе. Вот. Обращать внимание на себя и то, что вы пишете про хорошую, эээ, про красивую пару. То, что вы говорите, что, ну, что мы были красивой парой. Вот. Мне кажется, это тоже, ну, важная такая история, важный такой момент, потому что, эээ, для вас, эээ, видимо, эээ, для вас, видимо, эээ, было очень, эээ, важно, ээээ, быть красивой парой. ээээ, с, эээ, ну, с человеком. Ну, вот. Я, конечно, могу здесь ошибаться, но мне, конечно, именно так, мне кажется. Это именно так, в принципе, работает. Поэтому, если, эээ, я прав, я прав, то значимость этих отношений, именно для вас, ээээ, нужно, нужно раскрыть. Потому что это явно не совсем, эээ, не совсем то, о чем, ээээ, вы пишете. То есть, то, что вы пишете, это не всё. То, что вы пишете, это не всё. Эээ, есть, ээээ, еще какие-то вещи, о которых вы не говорите. Вот. Нет, вы не подумайте, не то, чтобы я считаю, что вы, там, должны говорить, но тем не менее. Вот. Эээ, ну, и, в целом, мужчина, ощущение такое, что вы, ээээ, были, ээээ, в отношениях с ним, эээ, ведущий. Вот. Я думаю, что, вряд ли вы будете с этим спорить, ну, надеюсь, что вы не будете с этим спорить, что вы были в отношениях с ведущей. Вот. И, как бы вы себе не выбрали мужчину, специально, такого вот слабохарактерного, эээ, и который врёт, эээ, чтобы он, допустим, ну, чтобы он не подчёркивал, ээээ, ну, ваши какие-то ээээ, черты характера, ну, и просто вас. Вот. Просто вас. Вот. Поэтому, я думаю, я, я думаю, что, эээ, ну, я думаю, что так, можно вам, эээ, здесь ответить на вопрос, эээ, вот, который вы выдаёте. Так, эээ, значит, эээ, так, у меня замедляют мои родители, ну, наоборот, эээ, также немаловажный тот факт, что его мать, они откровенно не любили, и сёстры вас, мать и сёстры вас не любили, эээ, потому что, они видели вас, ээээ, ну, соперников. Они видели вас, сопер, эээ, точнее, эээ, соперничество, они видели. Они видели, видели, в, 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 именно, соперничество, ээээ, в том смысле, что вы, по сути, вы, что делали, да? Ээээ, вы претендовали на ту роль, которую, ну, в которой занимались они. То есть, по сути, вы, вы делали то, что делали они. Вот. И, конечно же, человеку, людям это не нравилось. То есть, не нравилось сёстрам, и, ээээ, его, ээээ, ну, его матери. Это, ему, его, его сёстрам матери это всё не нравилось. Вот. То есть, это такая, абсолютно, абсолютно нормальная история, вот. У, такого, знаете, ээээ, ну, более-менее слабого эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ которые мало кого подпускают к нему, потому что он им нужен. В этом смысле вы, к сожалению, просто-просто похожи на его родителей. Именно по этому, именно по этому, именно по этому, они вас не влюбили. Именно по этой причине, они вас не влюбили. Потому что вы для них угромен спаситель. Вот. А, значит, дальше. Дальше. А, Стас, когда мы встретились, он был ребенком. Стас, я только не узнал, со мной он изменился, стали более спортивным, и принял работу, да, исследовал в Европу. Ну вот. А, понимаете, да, вот, по факту, по факту, вот это все, да, это все вот то, что, ну, как бы... Это все то, что вы ему дали. А, вот. Аммм... К сожалению. То есть, вы ему это дали, вы ему это позволили, вы позволили ему это все взять у себя. Но, как бы... Из-за этого вы, как равный партнер не ощущали, к сожалению. Вот. Понимаете? Какая штука. Да, очень неприятная штука, но... Тем не менее. Вот. То есть, понимаете, вот вы так описываетесь, что вот со мной он делал то-то, 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 то-то. Я понимаю, что он с вами сделал то-то, то-то, то-то. Прекрасно, прекрасно понимаю вас. Но... Дело... Дело все именно в том, что вот именно тот факт, что он делал с вами, ага, вот... то-то, 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 то-то. Именно этот факт и привел к тому, что вы, ааа... ну, по итогу, да, по итогу расстались. Вот. Вот. Потому что... Слишком много вот вы ему дали, ему давали, и... Слишком, слишком вот... Слишком вот... Тяжело им... По итогу ему, видимо, это... Ну... Было... Было сложно... Принимать. На него это давило. Плюс еще... Родственники, которые демонстрировали, и, ну, тоже настраивали, как бы... Ааа... Его против... Против вас, и подтачивали его... Отношения... К вам. Вот. Вот. И все. Вот. Готовый рецепт, эээ... Так сказать. Ну... Готовый рецепт проблем... Проблемных отношений. В принципе. Дальше. Ммм... Так. Эээ... Нет. Давай прик... Так. Я всегда знал, что он, эээ... Безответственный человек. Эээ... Иногда без... Только я просто думал, что это реально характеров и не более. Ааа... Как вы относились к этому? Понимаете? То есть, эээ... Ммм... Ну, вот... У меня нет... 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 Нет ощущения... Эээ... Да? Нет ощущения, что вы его... Эээ... Эээ... Как-то, вот, эээ... Принимали. Эээ... Таким... Таким... Таким, да... Какой он... Эээ... Есть. Вот. Я могу ошибаться? Конечно же, могу ошибаться. Эээ... Вот. Но... В целом, мне... Ээээ... Почему-то... Кажется, вот... Эээ... Ну... Мне кажется, в целом, так. Такая история. Вот. Понимаете, да? О чём... О чём... О чём... Я... Я говорю вам... Ээээ... Сейчас... Сейчас... Дальше... Так... Эээ... Хочу добавить один важный момент. В той стране, где я живу. Мистема цитатская женщина очень развита. Мой бывший мистер всегда платил за меня. Где... Как бы проявляет свою ответственность за меня. Ну, это всё... Это всё... Ээээ... Достаточно... Как можно сказать? Это всё... Ээээ... Ну... Ну... Это всё достаточно... Ээээ... Условно. Ээээ... Ну... Понимаете? Вот. Это... Условно... Ээээ... Всё... Очень... Сильно... Ээээ... В прямом смысле этого слова условно. Потому что... Ээээ... То, что он для вас сделал... Ну... Может быть это и... Может это было хорошо. То, что он для вас... То, что он для вас сделал, да? Вот. Ээээ... Ну... Может быть и... Нет. Да? Но... Эээ... Факт, это фактом... Ээээ... Значит... Что, как видите, это ничего не значило для него, но значило для вас. Вот. Эээ... Ну... Далее вы... Вы... Видите, что он проявлял инициативу в оплате нашей поездки. Он для меня был всем... Всем... Он был... Он для меня был всем, и ни разу в жизни не было мысли использовать его. Ну вот, поэтому для вас всем... Ээээ... Возможно, и есть... Эээээ... Такая вот... Трудность... Там есть... Ээээ... Не может и не должен быть... Ээээ... Человек... Эээээ... Всем... Ээээ... Для вас... Да? Ээээ... Вот... Ээээ... Не может... Не может человек... Ээээ... Быть именно всем... Не может и не должен... Быть человек... Быть человек... Всем... Вот... Поэтому... Тут вот... Если он для вас все... Был всем... Значит... Вы реализовывали... Ну... Ну... Пытались... Реализовать... Ээээ... С его помощью... В том числе... Эээ... Некие... Ээээ... Свои опять же... Желания... Да? Вот... Как... 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 Какие... Какие-то... verse... matter... По тому... Если иначе Вы... Ну... Достаточно легко вас... Какие... Восcepили бы... Ну... Разiv fawniiz... Да? Грустно было бы... Да! Но... Разочарований бы не было... Вот... Нм... Значит... Так... Знаешь... Я не говорю о своих подвигах... И подарках... Когда они были... Я не считаю... Я не считаю... Это чем-то необходимым к обсуждению... Так�� дедливо... С счастливым... Было всегда... Было всегда... Моей целью... Ну, вы упомянули об этом, поэтому тут, мне кажется, вы немножко лукавите, вот, и, как я уже сказал, в этом есть определенное противоречие, в том, что вы, вроде бы, вот хотите, чтобы человек был, ну, счастлив, да, а так вот получается, что вы хотите для него, ну, не совсем хорошая история. То есть, вы хотите для него, не совсем, не совсем, ну, приятных моментов, на самом деле, вот, так что, тут мне кажется, нужно, нужно поисследовать. Дальше, так, значит, это было еще за две недели, а, он признал, значит, в то время у него появились крупные проблемы с деньгами, и каким-то образом я вытянул из него инфу, и закатывал большой скандал. Ну, вот, странно, да? То есть, вы проявляете впечатление достаточно разумного и сильного, как вы говорите, закаленной и упертой натуры. Для закаленной и упертой натуры, которая знает, что человек достаточно слаб и безответственный, а тем более врет, да? Ну, несколько, вот, странно, на мой взгляд, что вы закатили скандал. Вот, странно, не вяжется, знаете, то есть, ваш образ, первоначальный, который вы строите, даже по тексту, он не вяжется с тем, что вы делаете, он не вяжется с тем, как вот вы, ну, как вы себя ведете. Знаете-ка, понимаете, какая штука, вот, не вяжется с тем, кто-то. И я полагаю, что, как я уже сказал, в этом есть, вот, одна из проблем, ваших, вот, которую можно, можно и нужно решать, в том числе. Так, дальше, значит, закатили ему скандал, зачем, да? Это была проблема, это было то, что он не врал опять, во время поездки он был безумно холодным со мной. Ну, я бы сказал, что не совсем понятно, да, что вы имеете в виду. То есть, что это значит, он врал опять. То есть, а вы, вы рассчитывали, что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он перестанет врать, или, или как? То есть, как, как, как это работает, врат? А, с чего, с чего бы ему, да, с чего бы ему, эээ, ну, переставать, эээ, врат? Да, просто, с чего, ну, то есть, тут вот, на мой взгляд, нужно поисследовать этот аспект. Эээ, так, значит, дальше, был со мной холоден, я не хотел их раздавать, несмотря ни на что, была обязательно счастлива. То есть, вы, вы избегали конфликта, получается. Вот поэтому мы подсучали три месяца, меряется, не понимая друг друга. Ага, ну, тут, эээ, понимаете, тут, ээ, ключевой момент в том, что вы не, эээ, принимали как-либо, как-либо решение, вот, в принципе. То есть, я понимаю, что вы, эээ, ну, наверное, эээ, ну, не согласитесь. Эээ, со мной. Вот. Но, вот, один из, ээээ, ключевых моментов, именно, вот, в том и заключается, ээээ, что вы, по факту, ээээ, мирились, да, вы, мирились, ээээ, не вырабатывая никаких, никаких решений. Вот. Эээ, мне кажется, это, эээ, вот, эээ, ну, глав, глав, главная, главная проблема, мне кажется. Эээээ, ну, ваш, ваш. Ээээ, дальше, так, он назвал меня истричкой, я был такой, почему? Вот, опять же, да, из-за чего вы были истричкой? Эээ, значит, так, ээээ, далее были две идеальных недели, потом, конечно, была маленькая родновка, по моей вине. Знаете, вот, вот опять, да, вы говорите, по моей вине. Не бывает, ээээ, такого, да, вот, не бывает такого, ээээ, чтобы это было по, ээээ, ну, по вашей, по вашей вине. Понимаете? То есть, это и по его ответственности, ответственности, по его ответственности, ээээ, тоже. Ээээ, это какая штука, а вы берёте, эээ, всю ответственность на себя. Ну, и понятно, что, маленькая родновка, послужила, эээ, всего лишь, поводом, поводом, ээээ, для того, ээээ, чтобы, ээээ, с вами, по сути дела, просто расстаться. Потому что мужчины не из тех, кто, ээээ, значит, ну, кто будет расставаться просто, ээээ, просто так, да, на ровном месте. Ему обязательно нужен повод. Ну, вот. И всё, что происходит дальше, это, по сути, обесценивание, обесценивание и, эээ, принижение вас. Вот. Так, значит, ээээ, я давал ему четыре дня, непонятно на что. Ээээ, он сказал, что я не надоел, он четыре двадцать в один сам, молодец в один сам, очень любит меня, но уже не так. Я ничему не сказал, а хоть и плакал всю ночь. Ээээ, ведь она обещала, что всё будет хорошо. Ну, вот здесь вот у вас такая очень детская позиция, да, эээ, вот. Ну, что значит, что она обещала, что всё будет хорошо. Эээ, а как же ваше знание о том, что он безответственный? Как же то, что вы, ээээ, значит, стали ему меньше доверять? Откуда внезапно такая вот слепая вера и, прямо, вот, надежда и прикладывание, эээ, ответственности, эээ, на, ну, на него? Вот. То есть это, эээ, нужно исследовать. Ээээ, на мой, на мой взгляд, ещё раз, ещё раз, да, повторю. Ээээ, эээ, ну, на, на мой взгляд, это нужно исследовать. Эээ, вот, вот, в принципе, то, что я мог бы, ээээ, то, что могу вам ответить. Ээээ, что есть, это вот именно какое-то такое искажённое, не совсем, эээээ, не совсем единое представление о человеке. Вот, понимаете? Эээ, вот мне, мне видится, мне видится так. Дальше идём. Дальше идём. Так. Эээ, так, он не выходил на связь пару дней. Зачем вы, значит, ээээ, вы хотели деньги вернуть? Он игнорировал меня. Я написал СМС, сказал, пожалуйста, давай уже закончим. Я так унизил. Представляю меня, унижаться ещё больше. А, в чём вы унизились? Придя к нему, он начал сходить на негатив. А, зачем вы к нему пришли? Здравствуй, я истерически задолбал. Запишу, как, какой-то кручок, что ему плевать на меня. Я была в чём, я сказал, что не верю своим мужчинам. Так, а как не верю своим мужчинам, опять же, если вы только что пишете, что, ну, значит, ну, вы пишете, что, давай закончим это. Что это? Непонятно ваша позиция здесь. Вот. И, как не понятно, до этого вы сказали, что я, я могла бы сделать твою жизнь, жизнь яркой. Ну, насколько яркая жизнь у вас, если вы хотите его жизнь сделать яркой? Почему для вас это так важно? Вот. Вот. А-а-а-а. Вот, соответственно, то что я могу вам сказать. Ну, пока что, пока что. Ага, дальше. Так. Сказал, что я могла звать. Верка учила, обследовав 13 вопросов, расширяла его мамка, относилась к нокровенно недолюбовым. Причем, если это? Он меня обещал, дам на новости, мы расширялись хорошо, так как были первыми друг у друга, любили и были друзьями. Ну, опять же, откуда такая слепая вера в то, что он вам обещал? Я сидю в полном строе, в шоке, не понимаю, что произошло. Ну, в принципе, я вам это сказал. Вот. Я вам сказал, что произошло. Вот. И мне кажется, что это, в общем, такая ключевая история, вот, которую вам нужно для себя выделить. Человек просто вырос, с одной стороны, то есть понял, на что он способен. А с другой стороны, он видит в вас, по сути, ну, напоминание своих родителей, своих родных. Вот. Хотя вам это, конечно, может быть и, ну, неприятно. Вот. Вот так. Вот так. Вот так. Примерно. Можно вам ответить. Дальше. Так. Это было всего две недели назад. Так. Ну, это человек мог делать по давлению. Хочу добавить, добавить, что было много советников, включая его семью, которые капали мне в мозге, и, наверное, браться по давлению, и что я вылюбил, за которые лежат наши проблемы. Ну, вот, вот эта вот роль ваша, такая вот, как раз, ну, доминирующая роль, она, вот, ничего хорошего не несёт. То есть вы были готовы решать наши проблемы, то есть вы были готовы решать ваши проблемы. Ну, это вот очень, такая тревожная история, потому что человек, он всё-таки, ну, должен сам, сам решать свои проблемы. Если он этого делать не может, не хочет, ну, так он лучше. Это рано или поздно выливается, вот, в какой-то такой негатив. Вот. Ну, практически всегда. Так. Сейчас я хочу знать, что он спросил это в своём решении. Зачем? Хочу знать, что мне делать дальше. Чтобы что, не видеть меня большая трагедия и вселенское разочарование? Ну, как я уже сказал, вообще большая значимость молодого человека, вот такая, значит, она может быть связана с тем, да, вот, ну, что у вас есть желание. Так что, ваши желания, их нужно выявить. Вот. И сделать так, чтобы вы удовлетворяли их, вот, ну, свои желания. Более независимо. Независимо от, ну, от наличия рядом кого-то. Да? От наличия рядом, там, человека, допустим. Такая вот история. И если вот это сделать, если в этом направлении двигаться, то ситуация будет для вас складываться гораздо лучше, чем она выглядит. Ну, ну, чем она выглядит сейчас. Это, эм, вот то, что я вижу, то, что я могу вам, может, сказать. Вот. Я ни в коем случае не претендую быть на истину, я ни в коем случае не хочу сказать, что я во всем прав, но, тем не менее, мой опыт говорит такие истории. Вот. Для вас это очевидно травма. То, что произошло и случилось. Вот. Я вас, надо сказать, надо сказать, я прекрасно понимаю, Наталин, я понимаю, что для вас это травма. Вот. Ну, мы можем вам помочь. Вот. То есть, э, мы не можем сказать, что вам делать дальше, потому что это было бы, ну, нечестно и несправедливо. По отношению к вам. По отношению к вам. То есть, здесь вы перекладываете уже на нас, соответственно, за свою жизнь. Вот. Я не думаю, что это вам поможет. Я не думаю, что это даст вам позитив. Я не думаю, что это даст вам решение ваших проблем. Вот. Такая вот история. Такой ответ вам можно дать. Вот. То есть, в принципе, э, те проблемы, которые я озвучил, они э, достойны того, чтобы их решать. То есть, они достойны решения эти проблемы. Вот. Так что, если хотите, то можно, э, будет, э, с этим поработать. Вот. Потому что, мне кажется, что, ну, мне кажется, что у вас есть, э, все шансы, э, э, стать более свободным. И понять, что мужчина просто вас не стоил и, э, э, ну, по сути, тяготился, просто тяготился вами. Вот. Такой вот момент. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо.